Базовый планшет с поддержкой SIM-карт Распакуем планшет Huawei MatePad SE. Комплект поставки также включает кабель USB, зарядное устройство, скрепку и документацию. Планшет выполнен в чёрном металлическом корпусе толщиной меньше 8 мм и весом 440 г. Расположение элементов стандартное. На верхней грани – качелька регулировки громкости, кнопка питания и микрофонное отверстие. На левую и правую грани разнесены динамики. Также слева находится разъём под наушники, а справа разъём USB-C и слот для SIM-карты и карты памяти microSD. Дисплей диагональю 10,4 дюйма изготовлен на базе IPS-матрицы и имеет разрешение 2000х1200 пикселей. Изображение резкое, яркое и насыщенное. Ну а камеры не впечатляют, как у большинства подобных планшетов. Основная имеет разрешение 5 Мп, а фронтальная всего 2 Мп. Но передача видео – 720p, а для видеообщения этого вполне достаточно. Теперь о производительности. В планшете установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680. На борту 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Девайс работает на базе операционной системы Harmony OS 3. Здесь нет сервисов Google. Вместо них – собственный магазин с большинством популярных приложений. Планшет имеет встроенный Wi-Fi-модуль, поддерживает LTE и Bluetooth версии 5.0. Емкость встроенного аккумулятора – 5100 мАч. Хватит на 4-5 часов просмотра видео. Подведем итог. Данный планшет имеет стильный дизайн, качественный экран и слот для сим-карт. Он легко справится с большинством задач и станет оптимальным решением для работы, учебы и развлечений. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok